Украина уничтожила три больших российских склада боеприпасов за последнюю неделю. В ночь на 21 сентября вблизи поселка Каменный, это Краснодарский край, после удара на Арсенале начался пожар и детонация боеприпасов, подтвердил губернатор региона. Также вчера горел склад в Тверской области. Российские телеграм-каналы сообщили, что на момент атаки Арсенала там находилось около 45 тысяч тонн боеприпасов. Они также писали о том, что там были баллистические ракеты американского и северокорейского производства. В ночь на 18 сентября россияне также заявляли о масштабной атаке беспилотников. Под ударом оказался 107-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны России в городе Торопец, это Тверская область. Детонация и взрывы были столь мощными, что сейсмические датчики зафиксировали землетрясение. Добавлю, что на строительство этой военной базы россияне потратили больше 3,5 миллиардов рублей. В Минобороны РФ заявляли, что склад защищен не только от авиа и ракетных ударов, но и от ядерного взрыва. По информации местных властей, причинами возгорания на всех складах стали падения обломков сбитых беспилотников. Эту тему обсудим с Александром Коваленко, военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление». Я вас приветствую, Александр. Доброго дня. Вот интересно, говорили о том, что ядерное оружие даже не может взять этот склад. Что ж, коррупция, вечная российская коррупция или все-таки обманывали, ничего там и не было сделано для защиты боеприпасов? Ну, в принципе, коррупция и то, что обманывали, это между собой очень схожая вещь, идентичная один другому. Ну, действительно, возникают вопросы о детонации такой мощности, поскольку, согласно той информации, которая поступала, на этих складах хранились, помимо обычной номенклатуры боеприпасов, 122-го калибра, 82-го калибра и так далее, кроме всего прочего еще и баллистические ракеты, 9М723 от ИРК «Искандер» и КН-23 – баллистические ракеты северокорейского производства. Ну и, опять-таки, зенитноуправляемые ракеты С-300 и С-400. Тут важно отметить, что именно ракеты такого типа обычно хранятся именно в подземных хранилищах. Их спускают в подземные хранилища, которые и имеют эту защиту как земляного покрова, так и бетонные перекрытия от ударов проникающего типа, бетонобойного типа боевыми частями и иногда даже и ударом тактического ядерного оружия. Но, судя по всему, все эти ракеты почему-то по какой-то причине хранились именно на поверхности, то есть в складских помещениях над землей. Из этого и возникает соответствующий вопрос. А вообще были ли на том же самом, ну, например, в 107-м арсенале ГРАУ размещены подземные объекты, где выполнялось бы хранение данных средств поражения? Судя по всему, нет. Если они размещались, то только в карманах российских генералов. Вот об этом я в первую очередь подумал. Все-таки коррупция там всеобъемлющий характер носит на счастье, надо сказать. А если говорить о защите складов средствами ПВО, это вообще принято у оккупанта? Они защищают их? Небо над ними? Да, они входят в спектр тех объектов, в перечень тех объектов, которые требуют защиты средствами противовоздушной обороны. Но тут возникает другой вопрос. А какой именно объект сейчас важнее всего защищать по территории Российской Федерации? Это нефтеперерабатывающий завод? Это авиабаза с соответственно тактической либо стратегической авиацией? Это нефтебаза, нефтехранилище? Или это, возможно, даже уникальный комплекс радиолокационной станции для фиксирования ударов либо пусков межконтинентальных стратегических ракет со стороны вероятного противника? Или это все-таки склад с боеприпасами? В том-то и дело, что сейчас у России не хватает средств противовоздушной обороны, чтобы однозначно и одновременно защитить практически все объекты, которые попадают именно под это значение. И периодически изменяя ориентир, акцент с нефтеперерабатывающих заводов на аэродромы, с аэродромов на нефтебазы, с нефтебазы на комплексы РЛС, с комплексов РЛС на дивизионные противовоздушные обороны и опять-таки на аэродромы, мы вынуждаем российскую сторону постоянно менять локации размещения, эшелонированное ПВО для защиты участков, где размещаются те или иные объекты такого типа. И поскольку довольно-таки продолжительное время не наносились удары по арсеналам хранения боеприпасов, они в этом вопросе, я так понимаю, несколько расслабились. И уменьшили присутствие средств ПВО именно в таких зонах. Ну и, соответственно, вот вам и результат. Еще присмотримся к событиям в Торопце. На взрыв в Торопце, Татверская область, рьяно отреагировали российские пропагандисты. Они в открытую говорят о разворовывании средств на строительство хранилища, обвиняют власти, рассказывают, что расположение складов было зафиксировано даже на Яндекс.Картах. И об их безопасности особо никто не заботился. Но тут, Александр, у меня другое. Знаете, они же все помешаны на истории совершенно. Ну, в страшном смысле. Из города Торопец мать Александра Невского. И Торопецкое княжество вообще было очень важным в истории междоусобных войн. С Литвой в том числе. И вообще такой красивый символический удар. Как вы считаете, они смогут как-то, не знаю, осознать, что случилось? И сделать выводы после этого события? Нет, выводы, конечно же, никто не будет делать. Поскольку для России очень важно делать наоборот. Мину о том, что у них там ничего не происходит. Это даже касается, например, жителей того же самого Торопца, которые получали сообщение о том, что любые публикации, фото или видео происходящего, может для них закончиться фактически отсидкой. Да, получением соответствующего срока. Для России очень важно в своем информационном пространстве делать вид, что ничего не происходит за границами чего-то сверх такого необычного. Официальные лица все будут говорить, что все дроны и камикадзе были сбиты. Где-то там упали обломки, произошло возгорание сухой травы. Но самой по себе информации, которая бы касалась происходящего более-менее соответствующей действительности, ну а среднестатистический российский потребитель вот этого вот информационного фастфуда не будет получать. Конечно же, на местном уровне слухи распространяются. Но это сейчас очень сильно напоминает информирование населения России, информирование времен Советского Союза, когда происходил какой-то катаклизм, когда происходила какая-то катастрофа и тому подобное. И об этом знали в основном на местном уровне. По основным телеканалам, по радио не сообщалось. Газеты об этом умалчивали. А если упоминали, то какое-то незначительное, какое-то ЧП, которое произошло в том или ином регионе, в той или иной области, в той или иной республике Советского Союза. Точно так же сейчас в России. Все эти события, они имеют место распространения в первую очередь на уровне сарафанного радио, местного уровня. А потом уже расходятся по стране. Но расходятся по стране как постфактум. Это элемент информирования, связанной с волной. Информация, она актуальна и она соответствующая, имеет воздействие на общественность, на потребителей информации в первые часы, в первые сутки ее появления. Затем, даже когда ее слышишь опосля, через 3-4 дня, она воспринимается не так. И именно на это делают сейчас акцент российские власти, пытаясь максимально придушить вот этот эффект от информации такого уровня, такого масштаба, чего не было на территории Российской Федерации. Ну, довольно-таки давно, наверное, за время ее существования еще ни один арсенал не имел места взрываться в настолько мощной детонации, которая создавала даже эффект землетрясения. Только хотел сказать, Александр, что самый надежный источник информации это сейсмографс будет скоро для россиян, скорее, чем новости. Теперь обсудим, как это все скажется на фронте. Потери России и огромного количества боеприпасов, торопцы в ближайшие недели скажутся на фронте. Об этом заявил на пресс-конференции в Министерстве обороны Эстонии глава разведывательного центра сил обороны страны. Посмотрим отрывок из его заявления. Взорвалось 30 тысяч тонн боеприпасов, то есть 750 тысяч снарядов. При среднем темпе боевых действий Россия за неделю выпускает 10 тысяч снарядов. То есть это двух-трехмесячный запас боеприпасов. В результате этой атаки Россия понесла потери в боеприпасах. И последствия этой потери мы увидим на фронте в ближайшие недели. Анц Кивисельг. Руководитель разведцентра сил обороны Эстонии на пресс-конференции Министерства обороны Эстонии. Александр, вы разделяете мнение эстонского Буданова? Скажем так, эффект от данных взрывов, да, безусловно, он будет ощутим в зоне боевых действий в Украине, но не сразу. С чем это связано? Те склады, о которых мы говорим, арсеналы, о которых мы говорим, это, я бы сказал даже так, это арсеналы стратегического значения. Они имеют стратегическое значение, и, соответственно, их наполнение происходило с целью дальнейшего в перспективе обеспечения уже складов тактического уровня, оперативно-тактического, там дивизионовые и так далее. В настоящий момент примерно где-то на неделю, полторы недели, как минимум тактического уровня склады имеют соответствующий запас. И поэтому по линии боестолкновений, применение боеприпасов, количество выстрелов, оно не будет уменьшаться. Если уменьшится, то незначительно. Через неделю, через полторы, две, три недели это будет ощутимо. Сокращение будет процентов 15, 20, 30 настрела. Поскольку необходимо будет российскому командованию решать вопрос о том, как эти склады, которые, ну, казалось бы, уже было согласовано системное обеспечение, материально-техническое обеспечение, логистика была налажена. Теперь это нужно все пересматривать, основные логистические пункты, переносить транзитные узлы, переносить, использовать другие. Логистика, опять-таки, будет в основном сейчас из колес, поскольку то, что получают, то и отправляют без какого-либо складирования. И это будет продолжаться примерно полтора-два месяца. То есть эффект вот такой ощутим. Наши бойцы ощутят это через полторы-две недели по линии боестолкновений в определенном смысле, а непосредственно проблематика решения логистики обеспечения передовых подразделений российских оккупационных войск может затянуться до двух месяцев максимум. Затем, если не будет, это очень важный момент, если не будет ликвидации очередного какого-либо склада такого стратегического уровня и так далее, то через два месяца они могут фактически выйти на те же показатели обеспечения, как и до уничтожения этих арсеналов. Если же в течение этого времени будут аналогичные арсеналы по территории Российской Федерации уничтожаться, то, конечно же, проблематика обеспечения войск будет понарастающей, только увеличиваться. Как раз о возможных следующих целях. Вы в своем телеграм-канале, зрителям советую обратиться, Александр Коваленко ведет телеграм-канал. Вы сетуете на то, что вас часто спрашивают, сколько еще этих складов у россиян и где они. И подчеркиваете, что важно, какие именно склады. И находятся ли они в зоне поражения. Давайте вот конкретизируем, есть ли у них еще такие склады вот в европейской части Российской Федерации. И насколько они могут быстро передислоцировать. Это вообще, в принципе, возможно? Перевести эти тысячи тонн железа смертоубийственного куда-то туда, за Урал, за Сибирь? Очень быстро нет. Они этого не могут сделать, от слова совсем. Поэтому, даже если начнут это все передислоцировать за Урал. А смысл? Это плечо подвоза. Это колоссальное плечо подвоза, которое критически будет влиять на вопросы обеспечения войск на передовой. То есть тот склад, который находился в Тверской области, этот арсенал, он имел и удобную логистику, наибольшее наполнение и так далее и тому подобное. Если бы он находился где-то в районе Уссурийска, ну, конечно же, это были бы совсем другие показатели. И даже если бы у него было стопроцентное наполнение, совсем другие показатели обеспечения передовой где-нибудь в районе Работинского выступа или на временском направлении. Какие склады? Да, очень часто спрашивают. И тут очень важно говорить. Самый большой склад, ну, можем говорить название определенное, даже координаты можем называть, о них известно. То есть в наше современное время укрыть объект площадью 7, 10, 15 квадратных километров и при этом, чтобы не было понятно, что это склады, ну, просто невозможно. В свою очередь, а насколько он наполненный? Большая часть европейской зоны складов имеют наибольшее наполнение. Чем дальше от границы с Украиной, тем меньше наполнение. Это все обусловлено именно логистическими вопросами. И если мы возьмем, например, вопрос максимальной наполненности складов, то осталось 5 таких, довольно-таки неплохо заполненных. Если мы говорим об общем количестве, беря за основную характеристику наш самый дальнобойный дрон, это 2,5 тысячи километров дальность полета, ну, в радиусе 2,5 тысячи километров от границы с Украиной находится 42 склада. Но какой смысл бить по складу, который находится в 2 тысячах километрах от границы с Украиной, если его наполненность 10%, в то время как есть определенные объекты, наполненность которых 70, 80 и даже 100% в ближней тыловой зоне. Спасибо, Александр, за этот разговор, как всегда исчерпывающе. Благодарю вас. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление», был гостем эфира.